Подводя итоги, ежегодно в завершении каждого театрального сезона в Ишкарале называют лучшую театральную постановку года. Так, в этом году жюри, в состав которого вошли профессиональные театральные критики, гран-при, фестиваль Ишкарала театральная, присудили постановки русского театродрамы «Марш Акпарса». Меж тем, мнения зрителей с мнениями критиков кардинально расходятся. Неизменные аншлаги собирают постановки Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева. На днях на сцене была представлена еще одна рок-опера, которая по посещаемости может побить все уже существующие в Республике рекорды. Главуриат национальной театральной премии имени Ивана Карли, гран-при, спектакль «Марша Парса». Гран-при фестиваля Ишкарала театральная, русский театр драмы в этом году получил во второй раз. И стоит заметить, что вполне оправданно. Во-первых, на постановку этого спектакля театр выиграл федеральный грант. Во-вторых, приурочена она к столетию образования Республики Мариэл. В-третьих, в ней впервые задействована вся труппа театра. Так, к настоящему моменту ее смогли посмотреть не более двух тысяч человек. Между тем, премьера рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» состоялась 30 марта. Сейчас ее уже посетили около тысячи человек. К чему мы это? Практика показывает, что зачастую мнение театральных критиков расходится с мнением зрителей. Об этом свидетельствует и прошлогодняя премия Ивана Кырли. Тогда гран-при было отдано спектаклю «Письма с фронта», хотя зрительское внимание показало – рок-опера «Юнона и Авось» была востребованием. Впрочем, так остается и до сих пор. Несмотря на то, что она в постоянном репертуаре театра уже около двух лет, каждая ее постановка по-прежнему собирает аншлаг. Такую же популярность обещает набрать и рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда». В ее постановке театр шел долго и осознанно, над декорациями трудились кропотливо, а исполнитель главной партии был приглашен в труппу нашего театра специально из-за этой роли. Итог – после завершения постановки зрители не могли отпустить труппу театра непрекращающимися аплодисментами. Могу сказать по ощущениям, что мы сидели, и вот лично я, я просто плакала от увиденного, от этой красоты, что я нахожусь сегодня здесь, от того уровня, который выдала просто труппа нашего театра. В конце, когда слезы на глазах, когда эти бурные аплодисменты, которые не прекращались в течение пяти минут, артистов просто не выпускали со сцены. Это просто те ощущения, которые испытал весь зал. К тому же нужно заметить, что далеко не каждую премьеру зритель встречает также тепло. Все это потому, что ишкаролинские театралы не менее избалованы, чем столичные. Так, по последним данным федерального Минкульта, «Ишкарола» находится на третьем месте по посещаемости театров после Москвы и Санкт-Петербурга. Возможно, и потому, что зрителю просто не дают вздохнуть в хорошем смысле этого слова. Практически сразу после завершения фестиваля «Ишкарола театральная» 6 апреля театр оперы и балета открывает фестиваль балетного искусства имени Галины Улановой. Во-первых, фестиваль у нас юбилейный, 15 лет. Нашему фестивалю он проходит ежегодно на протяжении 15 лет и неизменно имеет успех у публики. Отличие нынешнего фестиваля – это то, что мы делаем этот фестиваль полностью своими силами. У нас нет ни одного приглашенного солиста, и фестиваль мы называем «Гимн великой балерины». Именно в честь 15-летия нашего фестиваля мы проводим вот такую, если хотите, балетную акцию. Потому что за последний период и вообще за период существования марийского балета, нового марийского балета, сделано очень много. Многие из наших артистов стали знаменитыми уже не только в «Ишкароле» и России, но уже и за рубежом. Здесь это будет парад звезд марийского балета. У многих будут премьеры, то есть многие первые будут исполнять сольные партии в спектаклях, причем такие ведущие, крупные, полномасштабные роли. Так в репертуаре фестиваля только любимые балеты. Ромео и Джульетта, Корсар, Чиполино, Боедерко, Спартак. Более подробно с афишей фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте театра. www.operabalet.net